не надо роптать на судьбу ибо нет ничего прекраснее чем скитаться и терпеть нужду во имя свободы шарль декастер легенда о буллин шпигере это маланка арт я александр радько здравствуйте к чему только не прикоснется режим наблюдаешь выжженное поле будь то приграничные территории экономика сельское хозяйство любая отрасль в том числе и сфера культуры при этом абсурдной ситуации не поддается никакой логике для наглядности не секрет что в белорусских театрах наблюдается проблема с репертуаром вызванная уходом специалистов а также цензура и соответственно запретом на показ спектаклей так на этой неделе витебском национальном драматическом театре имени куба колоса чиновники не приняли премьерную постановку тиль особое раздражение у них вызвало использование на сцене красных лент и лозунга живе фландрия звучавшего во время спектакля со сцены в результате спектакль премьера которого была назначена на 11 декабря сняли кроме прочего во всех театрах белоруссии ощущается острая нехватка актеров невзирая на это зачистки должны проходить по плану неважно кто будет работать и где найти специалистов столь узкого профиля важно кто не должен работать в государственных структурах на этой неделе в гродненском областном театре кукол трем артистам намекнули что их дальнейшее пребывание в коллективе нежелательно на данный момент одна актриса уволилась еще двое актеров в ожидании разрешения ситуации они оба написали заявление по собственному желанию хотя национальном театре имени янки купалы устраивает очередной уже пятый кастинг без всяких требований к наличию образования или опыту достаточно быть талантливым и гореть желанием работать на главной драматической сцене страны так написано в объявлении это в то время когда ушедшие из театра актеры создают независимую театральную группу купаловцы гастролируют по европе общаются со своим зрителем через интернет и участвуют в престижных театральных форумах совсем недавно они приняли участие в программе фестиваля в лондоне воля europe сеты где имели большой успех своими впечатлениями а фестивале и работе с нами поделится актриса валентина гарцуева мы на сесты вале войла представляли спектакль я яки мая пачаток яшчэ так можно сказать скупа узкага татра официйного летом ян был трошки инши под название перши вось зараз он мая свое життя разом с нами с вольными купаловцами и гэта фестиваль чамойн был саправды нечто новое саправды тякава по-перше на кон себе могу сказать я 13 годов працевал у репертуарным театры гэта калекожна дзень амальты выходзиш на сцену живымя глядачами и ось на гэтым сканчуэцца и размова с глядачами некий контакт не было вельми тякава не тое што мы перша гэта перша онлайн фестываль для нас а то што пасля на приклад гэта гэта спектакля у нас была сустрэча с глядачами и для меня гэта была новым размавляць и мяны некий пыта не задавали про некий свои пачуці рассказывали мы обменивалися нечым вось гэта для меня не вогули абсолютно новая театральная такая плынь театральная жытью она изменилася и оно по-перше стало онлайн гэта таки медиэтатры я его называю и мы больш стали размавляць чуць бачыць глядачоу обмярковываць и менешта самое каштоунное в гэтэй размаве было для меня не калі глядачы пачынаць рассказы свои гисторы калі глядачы англомолны з іншага свету абсолютно пачынаць рассказывать свои дзятячай гисторы са своего садка альбо вось гэта самый каштоунный такий подарунок калі ось у людзей и ось такий ураджані калі аны готовы дзяліцца своими думками своими эмоціями гэта просто супер и гэта была такая теплая размова гэта просто супер я не веду я не веду што сказать таму што для меня не ось такие эмоции такого узровня гэта самое лепше што може выкликаць такий спектакль фестываль войла даў нам махчымасць наміновацца нас наміновалі зараз на прэмію гэта назваецца офес и мы маем махчымасць трымаць прэмію то бок мы у нас такая ёсць лесіца калі мы идзем одного фестываль до іншого фестывалю гэта нормальна такая практика и мы идем развиваемся нечто буде цудовно единственный фестиваль полностью белорусского кино состоялся не в беларуси а в польше варшаве завершился 7 фестиваль бульба муви он состоялся после пятилетнего перерыва местом проведения форума стал кинотеатр иллюзион где была развернута большая экспозиция протестных фотографий журналистов белсата кроме показа фильмов состоялись также дискуссии встречи зрителей с режиссерами и продюсерами всего в конкурсной программе участвовало 8 лент об актуальных событиях в беларуси как в целом прошел бульба муви мы поинтересовались у основателя и организатора кинофорума Януша Гаврилюка я вилми рады тем як ад былся фестиваль тому што я не чакаў такого пощпиху можна сказаць я думаў ну конечно треба заакцентаваў, зрабиў, выјсці з лесу, як я кажу, просто паўлака цихадова га пирапэнку и думаў просто гэта божь-сымбалична, показаў, што мы показаўем бялоруске кино хачаў у Варшаве, как ёхо не хочу показаў у Бялоруси мијску на сиолетним листападзе, ну и шчера кажаў, што хачаў просто гэта назначаў, што мы зробили што ёось міста, гзе можна показаў бялоруске кино, але я не чакаў такого пощпиху што так шмат людей пришло и у тэмлику велми шмат Бялоруса упрышло, потому што пяў, восьм, дзесяц гадоў таму, калим мы пачынали рабић фестивал Булба мугиј у Варшаве, наша публика гэта бели пирапэнку сијм Палаки, як им было цікавај, што гэта за кино бялоруске, бо ніхто не ведаў, и не ведај дагето шмат пра бялоруске кино и дла ёхе та была дла Палакаў, як я приходзели на бялоруске фильме, не ёкаја такаја, ну, можна сказаў егзотика. Нам удалось показаў ў суме пра стри дни двадцать филмаў, з таго дзевять филмаў ў прагладзе бялоруска хамаў доха кино, дзев бели пирзе и комисја Палакај Националнај Филматеки, яка ја нас ўе тым годзе патрымаўа, и они выразцели пирзнаць две узнага роды, двум филмам з прагладу маўодога бялоруска кино, гэта игравы караткоматражны филм «Сојка» Анастазји Сергејни, и так сама документалны филм «Цудовны ја узгорки» Лены Бујаковај. Ну, апраца гетага прагладу маўодога бялоруска кино, мы падрыхтавали паза конкурсују праграму, яка ја складваўа се строгблокаў. У пятницу был блок «Револуўја», у соботу «ДА Револуўј» и у недзелу «Без Револуўј». Програма така ја, так складзијна была, ну, гэта конечне звязана была и с падзејами у Белоруси з минуала года. Там мы показали фильмы, які я конкретна датычајся протестај револуўј, которую назывались у Белоруси, яка ја 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 2020 года. А мы показали там, флим, найнавши фильм Андреја, «Куцијкалі кветки, не ма јаџачз, які ја јћзззіць па сусьбетных фесківалах». Эта була адна започніх нагодаўка па па гладзедзек фильмы Пасшчы. И так же показывали Беларусь Пачатак, Федора Богомоуова. Прости рассказал их, как так идёт протеста, как идет дорогу с Шатланы Чехановской, когда выбрал и то есть, как было сяпашно. У Блоку 2, для революции, мы хотели показать радостным Палакам, Как бы уже разумели Беларусь и что там такое отбилось, а что отбились так великие протесты у Белоруссии. Николи таких протестов не было. И там мы показали там пару документальных стужек. Утем лику один игровый фильм мина Влата Сенкова и два. Как я рассказываю про Беларусь, два-три гады дары валюты. Ну а пошли фильм у этого блока «Маршрут пирастроен» Максима Шведа. И он рассказывает историю, какая отбывается у Беларуси на месяц пират выбор. Я думаю, что благодаря этим фильмам и Палаки, и Беларуси, как и Ауцмати, которые шло у этого в России на наш фестиваль, могли очень осознать, понять, что конкретно было таким triggerом так великих протестов. 26 листопада исполнился 91 год дня народжения классика белорусской литературы у Владимира Краткевича. «Усенародную любовь и славу ее ночу я шепры житти. Письменник любил казать. Писать треба так, как ваши книги из библиотеки крали». И дадавау праспаузу. Майя крадуть. Его романы «Черный замок Альшанский» и «Дикое полевание короля Стаха» по-ранейшему выдаются ракордными таражами не только у Беларуси. По творах Краткевича снято больше десять киностужек, поставлено две оперы и шесть пьес. Особливой сторонкой его творчести застаются поэтычные творы – вельмиширые, проникненные, милогучные и богатые мастацкими вобразами. «О, каханье, мое бесконце, не утекай от мяне, башкадой. За тобой, як за светлым солнцем паштудзённый драгве еду. Чарада надо мной журавлины, пада мною болот веры, журавинами, журавинами. Крау мая на купье гарыте. На шляху только чёрная лота, тя за мной, от моей крыви, у тропёнок виднеют болоты, смолкой песень, пиаресной любви. Крау всплывая, нема спокою, и коли упаду неживы, красывание кветок живое застанется на месте драгвы. В Вильнюсе, на родине первой белорусской независимой газеты «Наша Нива», отметили 115-й день рождения издания. Его основатели, братья Иван и Антон Луцкевичи, которые стояли у истоков Белорусской Народной Республики, были в числе инициаторов провозглашения её независимости. «Наша Нива» всегда позиционировала себя как газета для всех белорусов. В ней работали лучшие деятели белорусского возрождения – Янка Купала, Вацлав Ластовский, Змитрок Бядуля. «Мы будем стараться, чтобы все белорусы знали, кто они есть, поняли, что они белорусы и люди, чтобы узнали своё право и помогли нам в нашей работе», писали 115 лет назад в первом номере «Новой газеты» её создатели. Что касается современного издания нашей Нивы, ещё год назад было трудно представить, что газету могут закрыть, а её редакторы окажутся за решёткой. Тем более, что в день 115-летия телеграм-канал и социальные сети нашей Нивы признают в Беларуси экстремистскими материалами. «Наша Нива» – это настоящая белорусская газета, которая очень-очень значится для Беларуси. И то, что сегодня отбывается с белорусами, с нашей незалежностью, оно лишний раз показывает, доказывает, что ушановывать даты 115 года с дня заснования нашей Нивы варто того. Поэтому сегодня мы объединяли две даты – это 115 года с дня заснования нашей Нивы и 100 года белорусскому музею Ивана Уцкевича в Вильне. Это, конечно, могли быть сегодня вельми святочные даты, но у белорусского режима сегодня в закладниках есть два наши Нивы. Это главный редактор ведения Игорь Марцинович и Андрей Скурко, который был отказан за отдел маркетинга. Поэтому на этой выставке глядачам можно будет увидеть фотозземки фото-журналистов нашей Нивы. И на этих фотозземках наша Нива, она завсюдно отвечала и выказывала те социально-политические процессы, которые происходили с белорусами и с нашей страной. 2020 год не стал выключением, поэтому сегодня два вельми мощных человека, они находятся за кратами, признанные политвязнями. Сегодня мы будем писать им паштовки, паштовки, сделанные по мотивах вершов Андрея Скурко. Поэтому так вельми связано, вельми символично. А эта шотка, которая зараз на мне, это мапа Беларуси, которую Егор Марцинович намалевал по памяти за кратом. Человек, человек отданный Беларуси, человек отданный белорусской земли, человек, который на память ведает каждое местечко в нашей стране. Я вельми тешусь, что зараз в Вильне есть помешкание для Беларусского музея, моего брата, моего деда Ивана Луцкевича, потому что это было вельми важное место для всех белорусов. Иван Луцкевич взбирал эту коллекцию с их властных грошей, и он отдал всю свою жизнь в этой своей справе. И певно, что я из детства ведала об этой коллекции. Тата мой рассказал, как в моленстве он гулялся на великой скуре Медведя Белого и с разными у Владислава Чарадзея Херстенком. И я ведала об этом больше того. Тата вадзил, мы ходили разным в этом графичный музей литовский, и он показывал мне экспонаты и сказал, что это с нашего музея экспонаты. И было на велмежке, что все это страчено, и я поняла, что это никогда не будет вернуто. Вот им выглядеть, как это было, но я тешусь, что сам-таки символ этого музея дает надею на то, что не страчено то, что для нас, белорусу, является вельми важным. И для чего жили люди, и сошли вельми рано, потому что так жили. И я завсёдой хочу верить, что так я кажусь на сегодняшний день, что просто год не застанется ни мовы, ни самой национальности белорусу. Я вельми хочу верить, что это неправда, и то, что я сегодня бачу, меня вельми тешит. Белорусская Рада Культуры совместно с организацией Amnesty International приглашают белорусских художников для создания авторских открыток в поддержку 17-летнего политзаключенного Никиты Золотарёва, осужденного на 4,5 года колонии. Подробности об акции можно узнать на сайте Рады Культуры, ссылка в описании нашей программы. Мы не сомневаемся, что такие открытки скоро обязательно появятся и увидят мир. Как увидел его уже замечательный набор открыток с рисунками и цитатами политзаключенного Павла Северинца. Что изображено на этих открытках и где их можно приобрести, расскажет жена Павла, Ольга. Недавно мы выдали такий набор паштовок с малюнками и цитатами Павла Северинца. И идея, как это народилась из того, что он малявал сыну вельми шмат малюнкам. Пачалось это все с портретов и машинков. Ну и пасля поступово Павел уже узагадал свои мастацкие сдольности, и он стал малявать храмы. Храмы набралось вельми шмат, и мы вырошили, что было бы файно их запустить, натхнить людей, просто Павла подтримать так само, как он бачил, что его справа живет. И мы выдали такий набор паштовок, зарабили пакуль 10 штук, таких комплект. И тут розные храмы абсолютно, больше католицкие, потому что католицких нет, на паштовках частей люди ему присылали, потому что он их перемалевывал с паштовков, которые ему досылали люди. И тут есть пастауский кастел, гербяты довольно известные, кафедральный собор католицкий, минский, царква свято-микольская у Могилёве так само. И до кожной паштовки мы подбирали цитаты из неких опошних Павловых листов, ну такое наибольше актуальное. Наш Беларусалим – это светлая краина, заснаванная на христианских каштовностях, на свободе, правде, справедливости и любове. Не хвалюйтесь, Бог обовязково оберне зло на добро. Так было, так буде с беларусами в Беларуси. И мы не чакали, что паштовки выключат такие резонансы, такую увагу. Вельми шмат было жадание у их набыть. Мы их продаем у своёй краме, семейный интернет-краме. Вось Паулу так само мы распавели на звонку, он нам звонил с колонии. Вось недавно мы распавели, и он так само вельми взрадывался. Люди в захоплении кажутся, как он мог такое там в Оголе намалявать, потому что малюнки, ну, саправды, вельми такие яскравые, трымальные, сапрывожые. Особливо, когда ты ведаешь, где человек наторобил, то паштовки они еще и додатковую каштовность в них добывают. Белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Власти изучают его тексты не с целью повышения образования, в чем невероятно нуждаются, а на предмет наличия в них разжигания розни. Интеллектуал обвиняют в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам Мацкевич уверен, что поводом для его ареста стала критика режима Лукашенко. Я понимаю, что основанием стали мои статьи, высказывания и мысли. То есть меня собираются судить за мысли преступления по Оруэлу. О чем пишет философ в письмах из тюрьмы своим друзьям и коллегам? О быте, сопровождая размышлениями о тяжести заключения. При этом всех подбадривает. Советует не унывать и радоваться жизни. Я адаптивный, ко всему привык и многое видел. Да, тюрьма впервые. Это новый опыт, но ничего экстраординарного, пишет Владимир Мацкевич, коллега. Несмотря на заключение, продолжает работать. Рассказывает, что еще во время нахождения в изоляторе на Окрестина прочитался камерником две лекции о Древней Греции и философии. О своем здоровье пишет мало. Несмотря на то, что его соседи по камере в основном 40-летние люди, он не чувствует себя старше ни физически, ни психологически, делает физические и дыхательные упражнения и молится. Что будет после освобождения, старается не думать, иначе это может захватить с собой весь разум. Но пишет, что свои аналитики и рефлексии он разобрался в собственных и не только просчетах. Теперь точно знает, что будет делать, когда окажется на воле. Чтобы поддержать Владимира Мацкевича, его коллеги запустили гражданскую кампанию «Философ в тюрьме» и публикуют новости о нем, а также идеи и высказывания философа. Объединяйтесь и перестаньте надеяться на чудо, на то, что все произойдет само собой. Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает нашу работу. Работа должна делаться умом. Надо перестать камлать и накачивать друг друга пафосным позитивом. Мы отброшены далеко назад. Все нужно начинать сначала. И чтобы начать, объединяйтесь. В рамках форума «Будущее демократии» министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис призвал людей во всем мире писать письма белорусским политзаключенным. Важно, что самая острая тема, касающаяся нашей страны, не оставляет людей всего мира равнодушными, начиная от простых граждан, заканчивая видными политиками и деятелями культуры. Письма пишут нашим политзаключенным жители Европы и Латинской Америки, Австралии и Канады. Граждане этих стран присоединяются к многочисленным акциям солидарности с заключенными, пишут петиции, собирают деньги для помощи их семьям. Не говоря уже о самих белорусах, которые где бы ни находились, не могут спокойно жить, пока в заключении тысячи невиновных людей. И поддержать их хотя бы письмом – это самое малое, на что способен каждый из нас, считает журналистка Мария Савушкина. Приближаются праздники, и всем все готовятся, все хотят поздравить близких, родных людей. И сейчас мы не в Беларуси, но мы знаем, что многие люди находятся в тюрьме, находятся в местах заключения свободы, несправедливо осуждены. И, конечно, все они в нашем сердце. И нам хотелось, мне лично очень хотелось как-то создать для них атмосферу праздника, сделать какой-то подарок. И поскольку это довольно сложная задача, туда нельзя передать подарок или что-то, позвонить или сказать теплые слова, вот открытки и письма – это такая возможность, такой тоненький мостик между нами и ими. И был такой вопрос, мы в чате обсуждали, что писать, и как писать, и кому писать. И, например, у некоторых людей нет знакомых, которые сейчас находятся в тюрьме, но они хотели бы что-то сделать и поддержать. И они, например, выбирают себе адресатов или политзаключённых для поздравления по какому-то критерию. Например, учителей, если человек – учитель. Например, музыкантов, если человек интересуется музыкой. Например, многодетных мам или просто матерей, которые сейчас оказались в тюрьме. Например, у нас была девушка, её звали Женя, зовут Женя. Вот, и она написала письма всем Женям, которые находятся сейчас в тюрьме. Но это тоже критерий. То же самое по тексту. Например, не все знают, что писать, особенно если ты не знаешь человека. И многие, например, смотрели истории людей, читали. Например, кто-то, кто писал учителям, увидел, что сейчас в тюрьме находится политзаключённая учительница белорусского языка. И девушка написала ей очень дрогательное письмо о том, как важно и нужно знать белорусский язык, особенно сейчас во Львове, как это помогает ей, как это упрощает жизнь. Потому что здесь практически никто не говорит по-русски. А если ты знаешь и говоришь по-белорусски, то у тебя очень большое преимущество здесь в общении, в жизни. Поэтому кто-то, например, писал разным людям какое-то ободряющее стихотворение или какую-то ободряющую фразу. Одно для всех. И это абсолютно окей, это абсолютно приемлемо. То есть это тоже весточка, тоже от сердца. Ну и что, что она не такая может быть личная, но она тем не менее важная и тоже содержит какую-то ценную информацию и послание. Мы продолжаем следить за свободным искусством Беларуси. Напоминаем, что Рада Культуры с вашей помощью продолжает поддерживать репрессированных деятелей искусства и новые проекты. Переходите по ссылке в описании, а также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться с друзьями ссылкой на нашу программу. А я на этом прощаюсь. До следующей недели. С вами был Александр Радько. Живе Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова